Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видео я вам расскажу про самый дорогой геймпад. И да, это он. В этом видео мы распакуем данный геймпад, расскажу про его фишки, о том, удобно ли на нем играть или нет. Короче, расскажу от и до, поэтому смотрите ролик до конца, он будет интересный. Насколько я знаю, в России еще не было обзора на данный геймпад, поэтому я буду первый в России, и го в часть этого я разыграю игру Resident Evil 2. Чтобы участвовать в данном розыгрыше, просто поставь лайк, подпишись на канал, напиши в комментах, я участвую, сделай скрин и отправь его в наш телеграм-аккаунт, где мы в принципе и выберем победителя. Если что, ссылку на телеграм-аккаунт, а также подробности розыгрыша я оставлю в закрепленном комментарии под видео. И давайте начнем. Начнем с того, что мне дали попользоваться вот таким вот геймпадом от компании Thrustmaster. Признаться, до этого момента я не знал, что такой контроллер существует. Да, я его видел, так скажем, для PlayStation, но для Xbox я его вижу в первый раз. При распаковке нас ожидает стильная коробочка, которую в дальнейшем можно использовать для перевозок, в ней лежит тот самый геймпад, кстати, даже специальная штука для стиков имеется, ну, чтобы, видимо, при перевозке ничего с ним не случилось. В комплекте имеется длинный шнур для соединения, отвертка для откручивания элементов геймпада, пара низких стиков и чехол в виде мешочка. Вот так, в принципе, геймпад выглядит со всех сторон, по-любому уже заметили кучу всяких кнопок, выемок и сейчас расскажу, что из них что. Начнем, пожалуй, с самого интересного, с гибридности, а вернее модульной системы. По-любому на обложке вы уже заметили, что тут есть съемные аналоги и крестовина, и да, действительно, все это можно тасовать и менять. То есть в любой момент вы можете вытащить и поменять местами стик и крестовину. Делается это легко, просто без какого-либо труда и самое главное, когда вы все ставите на место, все очень жестко сидит, то есть у вас нет такого, чтобы вы вытащили, вставили, а потом он отвалился или шатается. Нет, люфта тут нет и все на магнитах и держится довольно-таки крепко. Если вдруг кто-то еще не понял, для чего это все делается, отвечу очень просто, для удобства. Лично мне при помощи такой раскладки очень удобно играть в файтинге, это реально для меня более удобное расположение. Или, например, кто-то привык играть в шутеры на геймпаде PlayStation, и за счет этого геймпада он может просто вернуть привычную себе раскладку, не меняя при этом геймпад. Также, если что, здесь заменяются стики, панели на рукоятках, курки, но это уже чисто для кастомизации и все эти элементы покупаются уже отдельно. Помимо модульной системы, у данного геймпада есть еще одно преимущество и заключается она в отзывчивости кнопок, и поверьте, она здесь реально очень крутая. Дело в том, что весь геймпад выполнен таким образом, чтобы вы практически не размахивались и имели минимальную амплитуду, нажимая на кнопки, и тем самым не теряли время в онлайн баталиях. То есть почти любая кнопка на этом геймпаде имеет очень маленький ход, и, к примеру, кнопка ABYX, если вы присмотритесь, амплитуда данных кнопок крайне маленькая, и если начать нажимать быстро на них, то с такими кнопками вообще очень легко кого-либо перебить. Курки также имеют данную фичу, но у них есть два вида работы. Полный ход, который важен для гонок, и как раз таки более короткий, который важен именно для шутеров. За счет вот этого блока ход курка у вас становится короче, и тем самым вы быстрее нажимаете на выстрел. Кнопки LB и RB тут обычные и имеют стандартный ход, а вот стики, кстати, здесь ходят очень прекрасно по сравнению с обычным геймпадом. Если что, в комплекте идет два вида, одни короткие, другие чуть повыше, и те, которые повыше, они просто офигенно сделаны. Поскольку у них такая длина, что на них комфортно играть как и с маленькой чувствительностью, так и с высокой, и я бы их назвал, наверное, умеренно высокие. Также у геймпада имеются привычные кнопки, новая кнопка поделиться, и тоже довольно интересное решение, это дополнительные четыре кнопки. Смотря на них, признаться, я не думал, что это удобное решение, и меня всегда мучил вопрос о том, как на них удобно нажимать. Но если вы присмотритесь, то они сделаны в виде маленьких лепесточков, и когда берешь в руки геймпад, становится очень удобно, они легко ощущаются, у вас просто палец ложится на них, и то есть перепутать вы их не сможете, и это реально удобно. Если что, эти кнопки вы можете перенастраивать в любой момент, нажимаете на эту кнопку, потом нажимаете на интересующий вас лепесток, держите, и нажимаете на нужную вам кнопку, которую хотите туда назначить. Я в принципе не раз говорил, что дополнительные кнопки это удобная тема, и это так и есть. К примеру, в батле мне очень удобно использовать данные кнопки, ставить туда аптечку. В колде мне удобно туда ставить прыжок, перезарядку и подкат, и комбинируя все эти вещи, реально становится удобнее играть, поскольку ты не отрываешь палец от стика. Помимо этого, у геймпада есть еще встроенная панель управления чатом, и за это реальное спасибо, поскольку благодаря этим кнопкам нет нужды заходить в меню звука и настраивать звук там. Раньше, кстати, можно было добыть вот такой вот адаптер, сейчас это редкость, и сейчас звук настраивается через менюшку, и это, на мой взгляд, не так удобно. Также тут есть две кнопки переключения профилей, но не профилей Xbox, а профилей раскладок геймпада. Всего их два, вы их можете более гибко настроить в приложении, которое скачивается в Microsoft Store. Вы там можете полностью поменять раскладку, настроить вибрацию, настроить мертвую зону усиков, короче, все, что нужно для настоящей киберкотлеты. И после настройки вы просто нажимаете одну кнопку, и можете без проблем переключиться между созданными профилями. Что касаемо удобства и габаритов геймпада, то хочу сказать, что он, скорее всего, не для маленьких рук. У меня руки средние, и пользуясь данным геймпадом, у меня складывается ощущение, что я держу геймпад от какого-то дримкаста. По охвату он удобный, но это удобство я бы, наверное, разделил на два охвата. Либо ты держишь пальцы на курках и бамперах, забывая про лепестки, либо наоборот, забываешь про бампера и пользуешься лепестками. Опять же, может быть у кого-то другое мнение на этот счет, поэтому напишите об этом в комментариях. Геймпад, что касаемо большинства кнопок, он тихий, но курки и бампера имеют почти такой же шум, как у обычного контроллера, и даже, наверное, чуть погромче. Ну, короче, послушайте. Плюс, да, геймпад довольно легкий. В принципе, по общим впечатлениям, геймпад клевый, но к нему нужно привыкать. И привыкнуть у меня получилось не сразу, далеко не сразу, поскольку, во-первых, разные рукояти, и, во-вторых, те самые габариты, особенно верхние области. Из-за этого назвать геймпад прям мега удобным для всех я не могу, тут нужна привычка. Помимо этого, кстати, чуть не забыл упомянуть, данный геймпад работает только по проводу, и слота под батарейки или под аккумулятор у него просто нет. Многие данный фактор могут отнести к минусу, но я его отнесу больше к особенностям, поскольку данный геймпад профессиональный, и чтобы добиться более высокоскоростного соединения, более стабильного соединения, используется провод. Поэтому при выборе данного геймпада просто вы это учтите. Несмотря на все приколюхи и особенности, у него есть еще одна особенность, и кроется она в цене. Если что, данный геймпад стоит 16 тысяч рублей. И это реальная сумма. Это самый дорогой геймпад для Xbox Series, которую я когда-либо встречал. Я прекрасно понимаю смысл данного геймпада, его преимущества и так далее, но на мой взгляд, данному геймпаду не хватает премиальности на ту самую цену. Да, опять же, этот геймпад был сделан не для лакшери игры, чтобы ваши пальчики были словно в пуху. Он сделан для того, чтобы вы тащили и получали максимально отзывчивое управление. Да, у него есть куча приколюх в виде модулей, блока на курках, но вот отсутствие какого-нибудь дополнительного комплекта еще одних стиков, каких-нибудь дополнительных панелей, матовых элементов реально не хватает. Да даже, наверное, качество пластика хотелось бы чуть премиальнее, поскольку данный пластик, которого вы и ощущаете, это обычный пластик от самого простого геймпада Xbox One. Вот реально, как бы по качеству он чувствуется именно так. Из-за этого всего складывается какое-то недопонимание такой цены. Просто, на мой взгляд, у геймпадов с таким ценником априори должна быть какая-нибудь матовая ставка или более премиальный пластик, чтобы оправдать эту цену. Вот, кстати, если бы в комплекте с данным геймпадом шли бы какие-нибудь матовые ставки, то, в принципе, ситуация была бы лучше. Если же говорить о данном геймпаде в общем, то это довольно оригинальный и прикольный геймпад. Он понравится всем тем, кому важно расположение крестовины и стиков, потому что в любой момент вы можете поменять. Наверное, тем, кто нуждается в высокой отзывчивости геймпада, ну и тем, кто к онлайн-баталиям относится капец как серьезно. Единственное, всегда помните, купив любой геймпад, даже этот, играть вы будете точно так же, как и играли. Просто некоторые игровые элементы вам станут проще. Но самое главное, знайте, что за вас он играть не будет и исход матча зависит только от вас и от вашего коннекта. На этом, в принципе, все. Если обзор понравился, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши обязательно свое мнение, если пользовался таким контроллером. И большое спасибо тебе за просмотр. До новых встреч.